Здравствуйте, это программа Репортёр, я Алексей Коноплёв. Всё, чем жила и дышала Самара последнюю неделю, вы узнаете за 15 минут. Не пожалеете времени, поехали. Олимпиада глазами наших. Кто из Самары отправился в Сочи? И почему участники делегации держат в секрете цель своей поездки? Репортёр связался с теми, кто сейчас гуляет по Олимпийским объектам. Поплыли. На прошлой неделе Самара едва не ушла под воду. Почему город накрыла волна прорывов? И кто сможет остановить коммунальное буйство стихии? Репортёр разбирался в ситуации, стоя по колено в воде. Боксёр, интеллектуал и шаманка решили помочь самарским детям солнца. Что делали и кто отправил всех троек в нокаут? Репортёр покажет. Начнём, конечно же, с главного события – зимней Олимпиады в Сочи. Мы всей душой болеем за наших, за нашу сборную и, конечно, за самарских спортсменов, в котором выпала честь представлять нашу страну и губернию. Легендарный хоккеист Семён Варламов, который родился в Самаре, Алексей Емирин, воспитанник Тольяттинской лады. Лыжница Анастасия Доценко, которая отучилась в нашем институте путей сообщения. Правда, сейчас даёт зачёт Татарстану. Итак, смотрим хоккей 13 февраля. Лыжные гонки уже завтра, 11 февраля. А тем временем самарцы шлют привет из Сочи. Все восторженно описывают главное и самое фееричное действие – открытие Олимпиады. Впрочем, Самара обещает заявить о себе и на закрытии игр. Актёры театра «Пластилиновый дождь» примут участие в грандиозном шоу. Они будут выступать в одном из блоков. Правда, в каком артисты пока не озвучивают. Ссылаются на коммерческую тайну. Труппа прибыла в полном составе в Сочи пару дней назад. Репортер связался с актёром Игорем Макарским, который в данный момент наблюдает из окна своего гостиничного номера «Олимпийские объекты». Вчера как раз гуляли по Олимпийскому парку. Такое количество людей, такая площадь огромная, столько инсталляций со всего мира. Основная сцена, где награждались спортсмены, уже успевшие получить медаль. После этого грандиозное представление с участием российских звезд. Вчера выступала группа «Токио» и «Ума Турман». Всё это, конечно, по эмоциям зашкаливает. Мы уже не знаем, куда эти эмоции складывать, потому что внутри места не хватает. Но каждый день выхлопы, выплески эмоционально огромнейшие. На этой неделе может быть наказан убийца молодого хоккеиста Николая Федешова. Приговор по громкому делу будет вынесен в ближайшие дни. В убийстве обвиняют задержанного Михаила Митрошенко. Он также подозревается в покушении на убийство приятеля хоккеиста Николая Кошелева. Инцидент произошел в сентябре 2012-го около одного из самарских клубов. Ночью спортсмен и его приятель повздорились с незнакомцем. Ссора оказалась фатальной. Родственники погибшего и сам Кошелев требуют от задержанного 2 миллиона рублей. А гособвинение настаивает на том, чтобы закрыть Митрошенко в местах лишения свободы на 19 лет. Сам обвиняемый тем временем уверяет, что всего лишь оборонялся. Чем закончится судебный процесс, узнаем уже скоро. И еще одна малоприятная тема на злобу дня. Самару накрыло волной потопов. Городские коммунальные системы не выдержали лютых морозов и полопали сами. Информленты выкладывали в онлайн-режиме фотографии того, как прибывает вода. А некоторые отнеслись к ситуации с юмором. Пока одни шутили, другие разгребали водно-ледяные проблемы. Остановилось движение трамваев, машины начали буксовать, а люди возмущаться. Параллельно с этим приходилось перепрыгивать лужи на соседней улице Мичурина и на Антонова Овсеенко. Там и вовсе без тепла остались более 5000 человек. С авариями разобрались на удивление быстро. В этот же день золотали дыры на Антошке. А на проспекте Ленина заменили поврежденную трубу. Прорывы происходят на крупных водопроводных магистралях, которые находятся, во-первых, под большим давлением, а во-вторых, находятся как бы на вершине, ну или там вверху каких-то естественных географических возвышений. И вода под большим напором уходит, значит, вытекает на поверхность. Если не считать выплеска воды на улице, которая как бы мешает, естественно, дорожному движению, потребителям эти повреждения больших неудобств не доставляют. Практически во всех случаях мы имеем возможность перевести потребителей на резервные схемы водоснабжения. И вот только в момент, когда одна схема выводится из водоснабжения, другая подключается, может наблюдаться небольшое время, когда вода отсутствует или подается с небольшим напором. Самарская коммунальная система в любом случае приносит извинения жителям города, но, к сожалению, приходится вот работать в такой ситуации, когда системы инженерные очень сильно изношены и приходится вот, ну, буквально латать в атомные. В настоящих звездах кино и шоу-бизнеса на этой неделе в Самаре тоже недостатка не было. Магистр игры «Что, где, когда» Максим Поташов, боксер Николай Валуев, экстрасенс Наталья Бантеева, а также известные самарские общественные деятели сразились в интеллектуальной битве. Кто отправил в нокаут Николая Валуева и зачем звездный десант высадился в Самаре? В следующем сюжете. Большие люди приехали в Самару с просветительской миссией. И в первую очередь поговорить с журналистами. Самый сильный и самый умный человек забыли про свое эго и говорили только о детях солнца, в том числе самарских. Их готовы отправить подальше – на Пелопонез. Мы в прошлом году начали с творческого фестиваля в Греции, который проводился тоже на Пелопонезе. В этом году у нас уже полноценный лагерь с тремя направлениями. Спорт, интеллект и творчество – этому будут учить солнечных детей. Будущие учителя уже ездят по городам и своим примером завлекают в другую страну – в новый лагерь. У детей, которые приедут в лагерь, будет возможность пообщаться, в частности, с таким человеком, как Николай Валумев, я думаю, окажется мощнейшим стимулом для того, чтобы они попробовали хоть в чем-то ставить на него похожий. Убедившись, что слова услышаны, а мысли поняты, важные люди попрощались. Но из Самары не уехали. Через пару часов именитые гости попивали водичку и массировали височки в одном из самых дорогих ресторанов Самары перед Брейнрингом с местными селебрити. Игра у нас сегодня будет тематическая. Все вопросы этой игры так или иначе связаны с детьми. Играют команды и у вас будет минута на обсуждение, на размышления над вопросом. Впервые в зале дорогого общепита столы не ломятся от угощений и напитков. Здесь предельно аскетично – ручки, листочки и минеральная вода. Отвлекаться ни на что нельзя. Здесь можно только думать и отвечать на вопросы. В Дании, по традиции, в школах ежегодно с 17 по 25 октября учеников отпускают на каникулы. Делается это для того, чтобы ученики делали то, что отказывался делать Антону. Что же именно они должны в это время делать? Антон отказывался копать картошку. И это лишь часть веселья более полусотни самарских вип-персон. 20 вопросов, 10 команд и 2 часа мозгового штурма. Чтобы не ошибиться, им всего-то нужно хорошенько подумать, как это обычно делают дети. Хорошенько вжились в роль юнцов, великан Валунф и экстрасенс Бантеева. Казалось, их команда – явный фаворит. Может быть, и неправильно. На самом деле, многие детские книжки экранизируются компанией «Волокисный». Мы подумали и сделали версию, что это «Волокисный». Чтобы серое вещество не закипело и нервы не сдали, Паташов объявил небольшую паузу. Тут дядя Степа прибился к своему старому другу, директору певзавода Юрию Супрунову. За бокалом не пенного, а игристого. Закусывая кисленьким, они говорят, конечно же, про Олимпиаду. А эту персону весь вечер обходили стороной. Она ловила клубы дыма, пытаясь поймать удачу. Но сегодня не ее день. Ведунья и не ведала, как осталась без поддержки духов и полагаться могла только на себя. Мы не применяем колдовскую магию, а Николай Волуев не пользуется нокаутами. То есть мы как бы не применяем запрещенные приемы. Это классно. Это интеллектуальные игры. В таком заведении говорят о том, что люди все-таки не просто собрались выпить, закусить, но и немножко подумать. Победила в этой игре, конечно, не дружба. И даже не парочка Волуев-Бантеева. Первое место вырвала команда банкира Александра Мокрова. Другие пережили это с достоинством. Ведь главное не победа, а деньги, собранные с игры для детей. Особенно тяжело самарскую зиму переживают гости из соседних теплых республик. Мало того, что им приходится утепляться с ног до головы, да еще и потом во всем этом бегать приходится быстро. Хуже хладов для мигрантов встреча с сотрудниками УФМС. Репортер отправился в рейд по нелегальным мигрантам и узнал, кто где и кого догнал. Съемка в стиле фильма ужасов. Заброшенные коридоры, потертые стены и ни единого звука. Камера следит за каждым уверенным шагом сотрудников УФМС. Но тишина не отводит подозрений. Череда лабиринтов выводит оперативников в самое пекло нелегального производства. Среди тружеников из соседних республик всего несколько человек отвечают на чистом русском. Я не хозяин этого помещения. Вы хозяин чего? Я арендатор. Мужчина, представляющийся Сергеем Сергеевичем, объясняет, что оказался тут абсолютно случайно. И даже не знал, что в его арендованном помещении творятся такие дела. Якобы мигранты сами пришли сюда и начали трудиться над производством полиэтилена. Ну с кем вы договаривались? Кто зарплату платит? Он гигамантный, знаете. Он? Сергей Сергеевич платит зарплату, да? Да. Сколько зарплату? Работу всех он принимал, да? Работу всех он принимал? Нет. А вас кто принимал? Я сам. Ну как сам? Вам зарплату кто платит? Сергей Сергеевич платит. Как бы ни пытались сотрудники предприятия выгораживать доброго Сергея Сергеевича, оперативники миграционной службы все равно пригласили его на разговор. И предупредили о том, что надо делать все по-честному. И на работу приглашать людей не только с временной регистрацией, но и с официальным разрешением трудиться на благо страны. Это административный штраф от 250 до 800 тысяч рублей. И в отношении должностного лица от 25 до 50 тысяч рублей. За каждую страну гражданин, я подчеркиваю. Итого более 2,5 миллионов рублей заплатит владелец производства. Особо отличившихся задержанных тружеников без каких-либо документов. Сотрудники миграционной службы отправят в путешествие. Им купят билет в один конец до своего родного города. Ну и вновь к главному событию этого года, к Олимпиаде. Тем более, что в Самаре теперь она своя собственная. Олимпиада Мурлыковна. Так сотрудники Самарского зоопарка назвали детеныша леопарда, который недавно появился на свет. У Самарской Олимпиады непростая судьба, но сотрудники уверяют, она будет счастливой. Маленькая Олимпиада делает все, чтобы оказаться в центре внимания. Возмущается, мяукает и ходит, где вздумается. Забирается на клетку, падает, чем приводит публику в невероятный восторг. Ей всего месяц от роду, а она уже настоящая звезда среди самарских журналистов. История этого котенка до слез растрогала десятки человек. Привет, собаки. Привет, котейка. Собаки и котенок теперь одна большая семья. Овчарка Папер вскормила малышку. У родной матери Олимпиады быстро закончилось молоко, и котенок отказался пить заменители. Он мог погибнуть, но спас случай. В это же время у собаки-ветврача из зоопарка родились щенки. Пронесли котенка. Мы ее поместили, чтобы запах кошачий убрать. Вот, как же это, ткань, которая была, рожала щенков. Целый месяц мать Пайпер вылизывает вместе с родными сестренками и Олимпиаду. Котенок играет с овчарками и даже позволяет себе смелости. Сначала она их очень мучила, потому что они были маленькие, слепые колбаски, а она была уже абсолютно нормальной кошкой. Она их таскала, кусала, потом они доросли, теперь кто кого. В общем-то, сейчас у них сил равны. Теперь собачье-кошачье семейство будет жить в зоопарке. Олимпиаду постепенно будут готовить к взрослой жизни в вольере и в результате разлучат с приемной семьей. Но пределы Самарского зоопарка леопард не покинет. Возможно, она поселится по соседству с родителями. И есть шанс, что мать Фелиция вспомнит ее. Рожала она сама. Мы ее только специально для этого как раз успели построить питомник, чтобы ее не беспокоили люди, машины. Работники зоопарка надеются, что подрастающая Олимпиада непременно принесет успех нашей сборной рождения. Такого редкого котенка невероятное событие в неволе. А это значит, что удача всегда будет на ее стороне. И на сегодня это все. Самарский гидромет утверждает, что самые страшные холода уже остались позади. А значит, мы берем курс на весну. Я прощаюсь с вами. До завтра. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова